Впервые в этом году на большую часть концертов все билеты были раскуплены заранее. Для юных музыкантов организовано более 20 мастер-классов и творческих встреч со звездами мирового уровня. 68 солистов из разных стран, более 30 новостных сюжетов, не только региональных, но и федеральных каналов. Для музыкантов – фестиваль, площадка обмена опытом, а для зрителей – возможность расширить познание в области классической музыки. Мы еще ни разу вот так ярко не благодарили нашу публику, потому что в этом году, мне кажется, мы нашли какое-то совершенно особое понимание, взаимопонимание. Она нас поддерживает и, мне кажется, в основном фестиваль получился очень интересным, разнообразным, красивым. Транссибирский арт-фестиваль с каждым годом все больше привлекает композиторов, дирижеров, музыкантов со всего мира. В следующем году программа станет масштабнее, организаторы планируют больше внимания уделять районам области. Сегодня на последнем концерте – размышления Чайковского для скрипки с оркестром «Рэминор», «Брамс» – концерт для скрипки и виланчели с оркестром, где сольные партии исполняют Вадим Репин и Александр Бузлов.